приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим про фердинанд прокачиваем пт немецкая восьмого уровня взял на этом танке 3 отметки поскольку зритель заказал 3 отметки на этом танке что я благополучно выполнил и в этом видео вы услышите мое впечатление танка что по итогу я про него думаю и его историю в игре world of tanks и так давайте для начала познакомимся с танком посмотрим его броню что можно сказать про броню ее визуально и номинально кажется что мало что это вообще за броня такая максимум 200 миллиметров в лобовой проекции в нлд у нас там 100 с хвостиком лоб рубки 200 миллиметров в лд там 220 очень много уязвимых зон скосы на влд самой нлд над гусеничная полка легко пробивается к тому же у над гусеничной полки спереди есть еще и очень такой внушительный скос который смотрит всегда на врага и там нет брони вообще к тому же крыша корпуса у нас 30 миллиметров пробивается по правилу трех калибров практически с любого орудия она легко пробьется да и сама крыша рубки тоже такая же и дно танка тоже бумажная но возле нлд на днище небольшое утолщение поэтому не всегда будет дно пробиваться легко в общем и целом по броне вывод следующие и мало но когда мы заходим в бой доворачиваем что-то там рамбуем иногда броня нас спасает ей можно пользоваться против врагов которые играют не на голде у которых небольшое пробитие плюс у нас еще много очков прочности где там и танканем где-то просто разменяем хп и этого будет достаточно поскольку я поставил сюда фиолетовую турбину фиолетовую закалку и фиолетовую вентиляцию и федор начал нереально ездить у него стало много хп хотя и так немало как для пт поскольку это толстенькая птшка не бумажная не кустарная где 1100 хп и с более-менее нормальной мобильностью с огромным количеством хп да еще и с броней которая не часто но иногда спасает можно ехать и с тяжелыми танками спокойно играть активно в игру что вы видите на фоне и видели на стримах по этому танку было три стрима можете посмотреть углы горизонтальной наводки по 15 градусов в обе стороны влево и вправо орудие опускается вниз минус 8 вверх 14 в принципе этого достаточно чтобы стрелять в любую сторону куда вам надо играть на танке реально удобно и приятно с тем оборудованием которое поставил я все было вообще классно разовый урон 490 пробитие 246 311 голдой да к тому же у нас еще и дпм есть 2500 без ничего а если туда еще и напихать всяких допайков вентиляции тут три косаря будет спокойно а если еще и какой-нибудь досылатель поставить то вообще будет очень много на мой взгляд и на мою сборку есть моменты поважнее в виде скорости или дополнительного хп поскольку брони недостаточно и лучше дольше жить чем чуть-чуть быстрее заряжаться но никто не мешает вам на пт-шечку поставить конечно сетку рога и стоять в кустах на таком замечательном танке и не реализовывать его потенциал маскировка у меня у танка получилось 25 процентов что казалось бы не много но в принципе для такой будки надо даже она что-то там и показывала я не всегда светился хотя враги иногда были не так уж и далеко что-то там есть прикольно что на сайте вот вики рекомендуют поставить следующее оборудование противосколочный подбой и ящик с инструментами как прикольно что этого оборудования в игре нет а для дальнего отбоя рекомендуют поставить усиленные приводы наводки и стереотрубу видимо третье оборудование можно даже не ставить настолько танк сильный и замечательный ну и как обычно ручной огнетушитель малый ринг комплект и малая аптечка это конечно же гениальный совет на мой взгляд я уже озвучил какое нужно ставить оборудование турбину вентиляцию закалку и ехать играть ближний бой что-то там исполнять на федоре в дальний бой я конечно общение этого не понимаю отличное орудие с точностью со сведением по огромным пробитием дпм и альфой его нужно ехать и реализовывать сразу плюс еще куча хп и броня какая-никакая никакого дальнего боя ни в коем случае также у нас еще в игре существуют с федором проблемы поскольку у него не историчное название орудия и установлены двигатели которых никогда в этом танке не было поскольку сау фердинанд был разработан с 1942 по 1943 год то это не выдуманный какой-то там танчик он реально существовал в отличие от огромного количества танков в игре world of tanks которые просто придумали разработчики это реальная машина и здесь уже и существует несоответствие но у нас игра в принципе аркадка танковая главное чтобы она игралась нормально в то время когда построили этот танк это конечно была грозная машина являлась одной из самых сильных вооруженных и мощно бронированных представителей немецкой бронетехники того периода но вот если зайти в игру world of tanks в плане тяжелого вооружения согласен а вот броня конечно же явно грозно ее не назвать танк этот появился у нас в игре 20 апреля 2010 года этому танку 12 лет последний раз его изменяли трогали его ттх 7 лет назад с 2010 по 2015 год с этим танком случились следующие приключения ему раз 5 изменяли скорострельность токовых там разных пушек увеличили максималку до 30 километров в час по нерфили борта на 5 миллиметров получилось 80 еще там изменили скорострельность топовые пушки увеличили скорость полет снаряда на 150 и получилось 950 у ббшки 1100 с чем-то там у подкалибера также в 2015 году добавили ему еще 300 хп получилось 1500 все последние 7 лет его вообще не трогали какой танк был такой он в принципе есть немного переработали броню в маске в каком-то там нацитом году семь лет танк просто без изменений и так теперь поговорим про полевую модернизацию я ее успел прокачать пока брал три отметки сначала я взял усиленную ходовую для того чтобы усилить прочность ходовой и сохранять набранную скорость чтобы быстрее ездить также я улучшил точность хотя на самом деле я не хотел ничего выбирать у меня все устраивало в орудии оно и сводилось нормально и точность хорошая ну и незаметность после выстрела я не стал брать взял к обзору чтобы больше циферок фармить когда я активно играю вот если бы я там где-то в кустах лазил я бы еще подумал но я всегда играл активно поэтому мне это не надо я взял обзор сыграл я на танке 82 боя 65 процент побед 2700 средний урон стрелял в основном бэбэшками голду я редко стрелял только по необходимости да и в целом не особо то она мне нужно было пробить а достаточно и на бэбэшки но некоторые танки легко пробивается голдой на 8 левеле 311 это шок в общем и целом выводы по танку мне он очень понравился танк классный оставляю в ангаре конечно играть вряд ли когда-то я на нем еще буду но три отметочки есть пускай стоит так сказать в коллекции единственно что на нем немного неприятное это стабилизация нужно сводиться перед выстрелом с вертухи тяжело попасть но в целом орудие вызывает приятные впечатления особенно если стараться в стрельбу в активной игре самое главное нужно помнить что этот танк он не для глупых игроков выставился и просто стоишь как столб стреляешься раз на раз это танк для умных нужно использовать каждый момент развести врага попробовать что-то ромбануть танкануть или союзник пусть тонка не отыграйте от укрытий чем больше вы возможностей умных реализуете тем больше будет результат на этом танке поскольку дпм пробитие точность сведения все есть можно там иногда размениваться просто отдавать хп врагу чтобы отдавать свою большую альфу и чаще всего ваш альфа будет больше чем врагу поэтому результат на этом танке набивать можно и танк прикольный да конечно простой имбо его невозможно называть нужно уметь играть чтобы его реализовать вот когда попробуете на федоре поиграть и узнаете умеете вы играть world of tanks или нет с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока